Девушки отдыхают Вас приветствует программа «Ваш лосяш» И правда, точь в точь, как наш лосяшик Я тут спросить кое-чего хотел Просто сформулируйте запрос, что вас интересует? Гусеницы, будь они неладны Рекомендую сформулировать точнее Куда точнее-то? Все про гусениц давай Выдаю все про гусеницы Гусеницы на картинах да Винчи Они что, и картины едят? Ремонт гусениц бульдозера Где же я бульдозер-то возьму? Вторжение гигантской гусеницы из космоса Интересно Слышь, парень, у кусты не ходи Да я говорил тебе Ёлки-голки, куда Копатыч-то смотрит? Опа! Копатыч, грядка гибнет А, что? Какая глядка? Ой, это ж сколько я просидел Это все из-за интернета Отвлек меня, понимаешь, всякими киношками да клипами А толку никакого Но ведь вы сами нажимали на ссылки А как же не нажать? Интересное же название Чтобы найти нужную информацию Нужно задать точный запрос И не блуждать по интернету Нажимая на завлекающие ссылки Точный запрос Это сейчас Копатыч, заряда на минуту осталась А потом все Никакого интернета Придумал Запрос, значит, такой Способы борьбы с гусеницами на грядках Вот и сидите тут Пока у бабочек не превратитесь Крош, а ты чего делаешь? Снимаю видео для интернета Великая битва на грядке В интернете все будут в восторге Программа Ваш Лосяш Ваш навигатор в цифровом мире Нюша Ты обещала покатяться Ой, барашек Не до тебя Нюшенька Давай с нами Крикет Не сейчас Крикет подождет Чего это с ней? Нюшенька Открой Стучат Подумаешь? Я занята Как честная программа Хочу напомнить Что цифровой мир Не может заменить Игры с друзьями На свежем воздухе Ваш Лосяш Ты свободен Как угодно Нюша Как не Аааа Ааа Игры А Игры А что случилось-то? С тех пор, как вы углубились в свой гаджет, уважаемая, прошло тысячу лет. Весь мир уснул. Они окаменели. Как это окаменели? Бараш! Бараши! Нюша! Нюша! Ой, Бараши, как хорошо, что ты не окаменел! Нюша, с тобой все хорошо? Очень-очень хорошо! Саму я! Во что вы там предлагали играть? В крикет? Так как в него играют-то? Ну, я точно не помню. Погоди, Нюша! Ваш Лосяш, как играют в крикет? Правила игры в крикет. А, ну все понятно. Полезная штука. Если не злоупотреблять. Друзья мои любознательные, что же вы там искали в ночи? Мы искали цветок папоротник. Да ничего такого. Цветок папоротник? Зачем он вам простите? Крош сказал, что тот, кто раз в год темной ночью его найдет. Молчи! Тому откроются все тайны, знания и клады? Угу. Угу. Понятно. Ну, а как же вы его искали? Хе-хе-хе. Ну, мы работали командой. Использовали специальное оборудование и передовые технологии. Субтитры создавал DimaTorzok А так же энергию землетрясения, видимо. Вы позволите? Так-так-так-так-так-так-так-так. Где же он? Кто? Нормальный поисковик. А я что, плохой поисковик? Да я про другое. Поисковая система, друзья мои. Вы что, дикари? Угу. О, ху-ху-ху-ху. Обожаю этот момент. О, отлично. Теперь можно найти все, что нужно. И мгновенно. Все-все. Ну да. Ну, например. И как найти цветок папоротника? Как найти цветок папоротника? Так, и узнаем. Что узнаем? Что? Что? Что это легенда? Его не существует. А-а-а. Елки-иголки. А-а-а. Я так и думал. Значит, все зря? Угу. Значит, никаких кладов и знаний. А-а-а. Да что вы, напротив. Вместо того, чтобы искать что-то несуществующее, вы теперь можете прикоснуться ко всем знаниям мира. Это ли не клад? Ну, разрешите. Например, какая скорость цвета, а? А какое будущее у искусственного интеллекта? Или... Ну-ка дай. Сколько нужно есть морковки, чтобы стать оранжевым? И даже это. Ну, как? Ну, это как-то... А вот это? Ну! А это не одно и то же. Да ты что? Это же лучшие хиты Рокси Квинс. Ничего ты, табараш, в музыке не понимаешь. О чем с тобой говорить? Ой. Привет, Карыч. Никто лучше тебя не разбирается в музыке. Ведь так? Дружище, ты обратился по адресу. Ля-а-а. Один мой друг хочет удивить другого друга музыкальными познаниями. Ну, ты не знаешь чего-то, ну, в духе. Дружище, мне кажется, ты ошибся. Это не музыка. Это Копатыч так забор заколачивает. Да нет же. Это самый модный... Бараш, послушай моего совета. Если твой друг хочет кого-то поразить тонкостью музыкального вкуса, ему надо обратиться к классике. Зажглися вечерние звезды. И месяц такой молодой. Ты мне улыбнула. Что-то я не уверен. А что это? Новая песня «Рокси Квинс» послушайте прямо сейчас. Спасибо, Карыч. Ты абсолютно прав. Классика лучше всего. Мне пора. Всегда пожалуйста, дружище. Нюша. А ты слышала, вышла новая песня «Рокси Квинс»? Новая? Ага. И я подумал, ну, вдруг ты захочешь послушать. Вот ты зашел. Конечно, конечно, а где? Ой. Это не то. Это чарничек. Но это же... Это лучшая песня «Рокси Квинс». Пусть все переменится. Какие они все-таки молодцы. Ты зря сомневаешься. Я тебя сейчас приведу на такую поляну. Там такая земляника. Ты такой никогда не ел. И не поешь, если не будешь перенимать опыт старших. Так, да что ты дома ищешь в этой своей коробочке? Где находится земляничная поляна. Вот. Тебе это не пригодится. Только будет отвлекать. За мной. О, добрый день, Савудья. Не подержишь коробочку? Да добрый коробочку. Пошли, пошли. Не отставай. Так вот, ежик. Опыт – это самое главное. Идем-идем. Иду. Думаешь, твоя коробочка рассказала бы тебе про все тропы? Нет, тут нужен опыт. А то шаг влево, шаг вправо и... Никто, кроме опытного следопыта, тебе не расскажет, как должно звучать то самое дерево, от которого надо отсчитать нужное количество шагов. Добрый день. Да, вот видишь, раз, два, три кочки, мы почти пришли. А как же предыдущие семьдесят три? Нет, это были не те кочки. Ага, это где-то тут, где живет старый светлячок. Нет, кажется, мы все-таки заблудились. Нет, на месте, вон, светлячок. Какой упитанный светлячок. А, вот вы где. А я тут землянички нашла. Ну, как? Ну, может, мне сами дали коробочку. Подержать. Ну, да. Ну, что ж, отличный день. Прекрасная компания. Земляника Софра, на можно и домой. Я, кстати, там прошивку обновила. В целом, мало что поменялось, но есть пара новых штук. Ёжика, я у тебя коробочку одолжу потом ненадолго. Аааа. Ааа. Продолжение следует...